Я когда этот фильм еще не смотрел, но знал, что он есть, и где-то добыл еще видеокассету даже, а не какой-нибудь Сидюк или Дивидюк. Хайнлайн. Большие человекообразные роботы. Я очень люблю больших человекообразных роботов, немедленно дайте их мне. И вот я включаю Звездного Десанта, которого снял все-таки Верховен, который уже доказал, что умеет делать, пусть не больших человекообразных роботов, но очень хорошо умеет их делать. И где скафандры? Я такой, что это за говно? Первые у меня впечатления от фильма были самые отвратительные, потому что я ждал, когда будут демонические и космические сражения, орбитальные дропшоты, атаки ядерными ракетами на жуков с одного скафандра. И он все это, мех-вориор этот будет. И где? Фигу вам! Поэтому первый раз я фильм с отвращением отверг, и потом его года два даже не прикасался к нему, даже не смотрел в эту сторону. А когда мне упоминали это название, я начал страшно плеваться. А потом вдруг что-то, я не знаю почему, но я как-то его пересмотрел. И думаю, блин, фильм-то совсем просто про другое. Вот совсем категорически про другое, и он классный по-настоящему, и очень его полюбил наоборот. Боевые роботы появились в продолжениях, потому что у этого фильма целых четыре продолжения. Это только считая официальную линейку кино и анимационных произведений. А уж какое количество видеоигр вышло, я даже так на вскидку-то сказать не могу. В чем суть? Казалось бы, у провального фильма проходит 5-7 лет, и начинают выходить видеоигры по мотивам. До этого там модификации какие-то выходили. А потом еще, еще и очень мало франшиз, которые через, допустим, 15-20 лет после выхода могут получить... Не выходят фильмы, допустим, про Робокопа, но... Или проваливаются фильмы про Робокопа, а выходит игра про Робокопа. Вот, например, как с другим известным фильмом Верховина про Робокопа. У тебя оригинал вышел фиг знает когда. Я это не посчитаю. 35 лет назад. Да, практически 35 лет назад вышел фильм, перезапуск его провалился. Делают игру по тому фильму, первому, нормальному. И она нормально собирает. И такая же история с другим произведением Верховина. «Звездный десант». Казалось бы, фильм кассу не отбил. Но, видимо, очень отлично продавался для домашнего видео на носителях. Потом начал постепенно получать продолжение, в том числе, видеоигры. И вот сейчас тоже за последние лет пять их несколько штук вышло, гарантированно. Просто настолько яркие образы и настолько фантастика не может создать ничего, что их затмит современное, что новые творцы автоматически возвращаются к тем произведениям. Вот это, я считаю, по-настоящему характеризует талант Верховина. Что он может создать такие вселенные, которые заставляют к ним снова и снова приходить. Причем, как киностудии, которые пытаются снять кривые ремейки, не получилось пока ни у кого. Отвратительно, кстати говоря. Все два продолжения видел. Видел «Герой Федерации» и «Мародер». Там были два фильма, надо сказать. Причем Ноймайер принимал участие. Но это были низкобюджетки, сразу для видеорынка. У первого бюджет 7 миллионов, у второго 10 миллионов. Понятно, что это все выглядит весьма бедно во всех смыслах слова. А главное, у сценариста не было Верховина, которого можно было бы в этом кино применить. И когда, казалось бы, уже франшиза кино закончилась, неожиданно появились японцы. Опа! Да, никто не ожидал появления японской инквизиции. Необъяснима любовь японцам к этому произведению. Что-то они там видят. Более того, там чувствуется, вписался такой гражданин, как Синзи Арамаки, который когда-то работал над очень горячим мною любимым аниме «Баблгам Кризис». Рисовал там роботов как раз всевозможных и экзоскелеты. И, наверное, его точно так же заделали. Позвольте. Но где? 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 Нет, Гизи хорошие. Кармен, конечно, ибанес. Но где экзоскелеты? Обратите внимание, должен был быть. Вам все понятно? Так точно, сэр. Потом Синзи Арамаки режиссировал такой «Апплсид», тоже, в общем-то, про боевых мехов. Он вписался, и в 2012-2017 году выходит аниме-продолжение, ну, трехмерная анимация. Куда он в итоге подтянул не только Ноймайера, очень упорный японец. Но и под конец он туда затащил на озвучку Каспер Ван Дина и Дину Мейер. Он, то есть, Дину Мейер вернул, этот, как его у нас, псионик это там зовут, он... Карл. Карл, да. Он дистанционно внушает ему всякие голоса, чтобы он выбрался там из очередной передряги. А он видит, что это ему говорит любовь всей его жизни Дизи, вернувшаяся в виде фантома. И Дизи снова озвучивает Дина Мейер. Поэтому неожиданное такое оказалось продолжение. Но все это все равно меркнет на фоне того, что игровые студии продолжают, например, клепать игры в разной степени качества. Вот, казалось бы, 25 лет исполнилось произведению, все должны забыть. Ну что, это все равно, что в 90-м году вспоминать, что там в начале 70-х было. Американские граффити какие-нибудь, лукасовские, кто про них слышал вообще? Звездные войны все слышали, а американские граффити никто не слышал. Вот, это характеризует, во-первых, кризис самой фантастики, мне кажется. Потому что не может фантастика снова родить таких ярких образов, которые были тогда. А второе, это талант Верховина. Верховин страшный молодец на самом деле, потому что вот натурально за что не берется, получалось всегда хорошо. И, кстати, опять же сравнить можно. Вот прям берешь и сравниваешь. Старшип Трупперс, которые вышли в 97-м, и примерно тогда же вышли «Война миров» с топом кукурузом. Где за весь фильм, ну, хороший, только треножник нарисовали. И звук, как его воющие машинки хорошие приделали. Выл треножник отлично. Адушка домашняя, свежая, разваристая, очень вкусная. А фильм нечеловеческая просто фекалия. Вот это ужас какой-то. Вот про него никто и не вспомнит. И смотреть его никто не будет, потому что фильм дрянь. Просто ни о чем, над ругательством над книжкой, как оно есть. А этот вроде бы над ругался над книжкой. Но сделал это с идеей, с выдумкой. С выдумкой, и как красиво вышло в итоге. Так, ловко похлопывая ее по наиболее выпуклым частям. Да. Да, Хайнлайн-то, наверное, туда бы тоже напихал всякого интересного. Не будь этот роман, написанный для подросткового издания. Да. Ну, Верховен протянул ему руку помощи. И помог. Да. В общем, фильм знаковый по-настоящему. И, что самое главное, все продолжения, которые снимали за мало денег, там самое главное, идеи-то Верховенская отсутствуют. А поэтому они совершенно бессмысленны. У них просто вот нет смысла. Потому что у Верховена есть конкретная идея, вокруг которой строится все. От видеоряда до содержания. Там просто, если ее убрать, эту идею, а конкретно пацифистскую, будет непонятно, нафига вы это снимаете. И так получилось. Непонятно, нафига вы это сняли. Вся конструкция и порушилась, собственно говоря. Но Верховен говорил, что из всех его фильмов, единственный, кому бы он хотел снять продолжение, это был бы «Звездный десант». Ну, в ближайшее время это вряд ли получится. Пока, разве что, какую-нибудь нейросеть Верховенскую не создадут. И не загенерируют. Да.